Ну что, королева, подсохла немножко? Ага, и согрелась даже. Давай тогда, мы освободим тебя от твоей капсулы. Сейчас пять минуточек и распакуем, не волнуйся. Спасибо, уже так хочется посмотреть, как у вас тут. Я не поняла, это что такое получается? Это мы ее сейчас распакуем, и куда она? К нам в общежитии что ли? Нам там самим стоя жить негде. Девочки, будьте терпимее, тем более это ненадолго. Конечно ненадолго, мы сделаем все, чтобы ей у нас не понравилось. Ой, смотри, у нее тоже золотая капсула, значит золотой трон, как у нас, а не как у этой правильной. Это точно, становится только интересней, а вдруг она такая же, как мы? Ага, втроем-то мы побыстрее захватим этот лоутаун, и не надо будет нам исправляться. Так, с первым слоем мы справились, что тут у нас? Ух ты, хлопушка-сюрприз и девочка в короне. Кажется, я уже видела такую подсказочку. Сейчас откроем второй слой и узнаем, кто же к нам прибыл. Та-дам! Добро пожаловать в лоутаун! Как думаешь, как она выглядит, а? Может вот такая? Ой, нет, какая-то злая королева. Или такая? Ох, бывает еще такая. Ух ты, а если она будет круче, чем мы, красивее? И все, все, все будут на нее обращать внимания, а на нас уже нет. Скажут, фи, какие вы королевы, посмотрите, как должна выглядеть настоящая королева. Хм, да ладно тебе, мы тогда тоже королевы. И еще не факт, что там будет красивее и лучше нас. Может там вообще королева какой-нибудь пустыни. А, ну да, давай смотреть тогда. Девочки, давайте я с ней познакомлюсь, а вы пока помогите открыть аксессуары, хорошо? А то она сейчас замерзнет. Ничего и страшного. Что тут у нас? Ой, смотри, тут корона, точно такая же, как у нас, не как у этой. Ой, значит все-таки есть шанс, что она такая же, как мы. Ой, ты знаешь, у меня какие-то подозрения. Корона точно такая же, как у тебя, точь-в-точь. Как это может, как у тебя? Нет, у тебя немножечко другая. Еще и короны одинаковые, ну вообще. Смотри-ка, судя по коллекции, у всех короны разные. Только не говори, что там... Фу, свежий воздух, всем привет! Это же, это же моя сестра-двойняшка, Мочи Квинн. А, точно. Ее что, папа-король тоже отправил к нам на исправление, получается, таким интересным способом. Какое такое исправление? Ой, сестренка, а ты здесь? Папа же сказал, что отправил тебя на исправление в Лоулта... В Лоултаун. Это что? Нет, 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 меня он не отправлял, он бы мне сказал. Я летела в маленькое королевство, там какой-то праздник был, и обязательно было мое участие. А самолетом что-то случилось не так, и я упала. Нужно срочно позвонить папе, дайте телефон, а? Нет, нет, тебе нужно сначала одеться, а то ты сейчас простынешь и заболеешь. А потом уже свяжешься со своим отцом, и узнаешь, что же все-таки произошло. Только чует мое сердце, что папа и с ней не справился, и отправил ее к нам, в Лоултаун. Ох, тяжело мне будет, с тремя-то вредными принцессками. Ну ничего, уважаемые друзья и подписчики, мы же справимся? Привет, сестренка, еще раз, не волнуйся, я здесь ненадолго. Абсолютные двойняшки, как же я вас теперь различать-то буду, а? Телефон дайте, подайте мне телефон, о, вот же он. Подожди, подожди, нужно же разрешение спросить, это мой телефон вообще-то. Еще не хватало у кого-то разрешения спрашивать, я вообще-то королева. Ну начинается. Это ты в королевстве, королева, а в Лоултауне ты такая же, как и все. Я бы на твоем месте с ней не ругалась, бесполезно это все. А я вас не спрашивала, мне нужно связаться с отцом, он заберет меня отсюда. Я не намерена жить в каком-то Лоултауне. Алло, папа, привет, это твоя любимая доченька. Угу. Папа, тут какая-то ерунда получилась. Да? Из самолета выпала, оказалась в Лоултауне. Ну пришли за мной вертолет тогда, мне же нужно быть на празднике, в этом как его там королевстве-то. В смысле специально подстроили? Чего? Так где баловалась-то? Я же королева, мне все дозволено. Как это? Какой этикет? Какие правила? Папа, давай, присылай вертолет, я хочу лететь отсюда сейчас же, ты понял меня? А, алло, алло, папа, алло, папочка. Ну что ж, девочки, с прибавлением нас. Пойдемте, мы уже и так долго находимся на улице. Покажем ей наш дом, угостим чайком и обсудим план наших дальнейших действий в городе. Нет, я не пойду никуда, ни в какой дом. Я хочу обратно в королевство. Папа, да возьми ты трубку-то. Не надо было мне вчера всех придворных заставлять у меня в лайки сниматься. Ну подумаешь, они все изображали собак и бегали вокруг меня. Что здесь такого-то? Да, зато мое видео набрало 100 тысяч просмотров. Ничего этот папа не понимает. А, как думаешь, может так поступить? А то я ее знаю, вы-то ее не знаете, она еще хуже меня была. Ммм, думаешь? Ну давай попробуем так сделать. Вот видишь, ты уже соображаешь потихонечку. Девочки, ну вы где-то. Давайте поскорее, а то скоро стемнеет. Ну и зачем ты ей это предложила? Сидели бы сейчас спокойно дома, телевизор смотрели. Вместо этого мы сейчас в лесу тут. Ничего, ничего. Мои сестренке будет это полезно. Тем более мы с тобой уже прошли через это. Я миллион лет столько не ходила. Могли бы такси заказать или карету предоставить. Королеве. Фу, а кстати, кто у него с мой трон? Дайте мой трон, посидеть хочу, не могу. Ноги не держат. Какой трон? Ты что, мы его не взяли. Если он тебе был так нужен, ты можешь вернуться и забрать его. Это же твоя вещь. Ты должна ее носить. Мы тебе не слуги. Вернуться? Нет, спасибо, я постою. Так, а где у вас тут дом? Где вы тут живете? Я хочу лечь на постель. Так, костер готов. Будет на чем приготовить нам еду. Девочки, почистите, пожалуйста, картошку. А постель вот там, проходи. В палатке. Ой, на костре. Еду. Варвары какие, куда я попала? Прошлый век, что ли? А плита-то хоть есть? А повар, который будет готовить нам покушать? И что это за палатка такая? Я никогда такой ерунды не видела. И что тут? Там же ничего нет. Ни дивана, ни постели, ни мягкой пушистой перины. Это называется пикник. Ты приехала в то время, когда мы собирались в лес на природу. Ну вот, сейчас приготовим уху. Природа, пикник, уху? Что это уху такое? Я не хочу уху. Я хочу пиццу и роллы. И спать я хочу на кровати, а не на этом полу. Папа, я больше так не буду. Забери меня отсюда. Успокойся ты, успокойся. Все будет хорошо. Потом тебе даже понравится выезжать на природу на пикник. Кстати, мы же взяли маршмеллоу. Маршмеллоу-шки пожарим. Это очень вкусно. Нет, сестренка, сестренка. Давай сбежим отсюда. Я папе скажу, что ты уже исправилась. А ты скажешь, что я. И вернемся к себе во дворец. Я здесь жить не буду. Ой, а это кто летает? Ай, меня кто-то укусил. Все нормально. Это комар. Мы же в лесу. Ой, еще один. Еще. Ай, ай, ай. Нет, нет. Как закрыть здесь дверь? Пока эти все не улетят, я отсюда не выйду. Да? Ну тогда можешь ложиться спать до утра. Как это? Я кушать хочу. Сейчас будет готово уха. Будешь? Ладно. Буду. Не волнуйся, сестренка. Ты привыкнешь. Все нормально. От комаров я сейчас дам тебе спрей набрызгаешься. Они и подлетать не будут. А завтра днем мы уже пойдем домой. И покажем тебе, где мы живем. А сразу, а сразу домой нельзя было, что ли? Вот приперла их на природу. Комаров корми. А во дворце сейчас повар готовит вкуснейшую пиццу, мою любимую сырную. Эх, и что же я так дела себе плохо, что очутилась вот тут? Не знаю. Мне здесь нравится уже. Не всегда, конечно, но так, временами. Уже понимаем, как устроен остальной мир, а не только то, что происходило у нас во дворце. Сбежать, конечно, иногда еще очень хочется. Но я постараюсь исправиться. Это ненадолго, всего на два месяца же. Сколько? Два месяца? Я этого не переживу. Так, обещайте мне, пожалуйста, что за эти два месяца мы ни разу не пойдем на пикник. Никогда больше. Эм, извини, не получится. Пикники у нас каждую неделю. Ну что, дорогие мои подписчики, вот такая сегодня история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Что это? Как будто в горле что-то застряло. Стой, стой, стой. А ты рыбу в ухе чистила? Она же с костями. Нет. Я никогда такую уху не кушала. Думала, можно так есть. Помогите мне, пожалуйста. Так, сейчас. Открой рот. А, ну вот. Кость-то застряло.